Как очистить кожу правильно? Арабика или Робуста лучше? Чтобы приготовить скраб для очищения кожи. Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Качко. Сегодня решил продолжить серию видео. Как очистить кожу правильно. И расскажу вам, как выбрать сорт кофе правильно для вашего типа кожи. Кожи бывают жирные, бывают сухие, бывают комбинированные, бывают нормальные. Скрабы можно готовить разными способами. Но вопрос из чего вы будете готовить? Вот вашему типу кожи нужна арабика или Робуста, чтобы приготовить самый лучший скраб из кофейной гущи для вашей кожи. Вы узнаете в этом видео. Если вы хотите приготовить скраб из кофейной гущи для очищения сухой кожи, мой вам совет однозначен. Берите арабику. Более богатый состав которой позволит кожу не только очищать, но и улучшить питание кожи. А соответственно ее внешний вид. А вот если вам нужно приготовить скраб из кофейной гущи для очищения жирной кожи? Однозначного ответа нет! По той технологии приготовления скраба, которую я описал в одном из своих видео, не имеет большого значения вы используете арабику или Робусту или купаж этих двух основных сортов кофе. В данном случае требуется улучшить или изменить работу печени. А вот здесь выбор кофе, который вы будете употреблять, имеет огромное значение. Чайная ложка измельченной Робусты содержит в 5 раз больше кофеина, чем чайная ложка арабики. А кофеин изменяет работу печени, усиливает образование желчи. Если доктор не знает, как правильно использовать кофеин при вашем состоянии печени, обычно кофе запрещают. Говорят, кофе пить нельзя! Понятно! Если процесс не управляем, то чем быстрее вы двигаетесь, тем быстрее вы добьетесь аварии либо катастрофы. Все зависит от исходного состояния вашей печени. Поэтому здесь выбор кофе, он индивидуален, зависит от состояния вашей печени, которая и определяет состояние кожи во многом. Ведь желчегонная функция печени очищения крови от жирорастворимых компонентов производит либо печень, вырабатывая литр желчи, либо сальные железы, вырабатывая при жирной коже аж целых 50 грамм кожного сала. 50 грамм и литр они отличаются серьезно. А если вы начнете увеличивать работу печени, и усиливать ее с помощью кофе, и ваша печень будет вырабатывать, стремится выработать не литр, а полтора или более литра желчи, понимаете разницу? Загнанных лошадей пристреливают. Если ваша печень до этого не справлялась, и нагрузка по очищению крови от жироподобных веществ возлагалась на сальные железы, кожа стала чрезмерно жирной, вам это не нравится? Это вопрос. Как восстановить печень? Ну явно не заставить хромого бегать, бросить костыли. А заняться несколько иными действиями. Поэтому тут выбор однозначный вам сказать не могу. Для приготовления скраба не имеет значения. Из какого сорта кофе при жирной коже вы приготовите скраб? А вот прием внутрь для улучшения работы печени имеет значение. Если вам нужно больше информации и улучшить работу вашей печени, контакты вы видите, вы можете попытаться записаться на консультацию. Ну а я с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Это видео буду заканчивать. И подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. А вы не забудьте поставить лайк на это видео, если получили новую для вас неизвестную ранее информацию. Можете отправить своим друзьям, знакомым. Возможно, они тоже эту информацию еще знают не в полном объеме. Как очистить кожу правильно и не навредить своему здоровью. А я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моих каналах!